Крыса Крыса, по-немецки Ратте, R-1000, обозначение сверхтяжелого танка прорыва и артиллерийской поддержки, сухопутного крейсера массой до 1000 тонн, проект которого разрабатывался в Германии в 1942-1945 годах. Сведения об изготовлении хотя бы одного прототипа не имеется. В июне 1942 года концерном Крупп Гитлеру был представлен проект сверхтяжелого тысячетонного танка. После обсуждения с рейс-министром вооружения Альбертом Шпиером, проект получил условное обозначение Ратте, крыса, очевидно по аналогии с проектом танка Маус, мышь. Конструкторами танка был инженер Эдвард Гротте и доктор Гаккер. Танк крыса теоретически мог бороться даже с морскими крейсерами и линкорами. В сухопутной войне танк крыса, обладая огромными размерами и соответственно низкой подвижностью, был бы неуязвим для огня артиллерийских орудий и противотанковых мин. Танк крыса мог рассматриваться как одно из возможных воплощений оружия возмездия, но, как известно, Гитлеру катастрофически не везло с подобными игрушками. Размеры танка должны были быть поистине циклопическими. Длина 39 метров, ширина 14-15 метров и высота трехэтажного дома 11 метров. Бронирование 250 миллиметров. Двигатели Судовые дизельные MAN или бензиновые Daimler Benz с суммарной мощностью около 16 тысяч лошадиных сил. Орудие СКС-34, два орудия в башне. В одном из вариантов предлагалась дополнительная установка третьего орудия, калибра 128 миллиметров. Зенитное автоматическое орудие ФЛАГ-38, от двух до восьми пушек. Скорость по шоссе до 40 километров в час. Представьте себе корабль весом в 1000 тонн, который на скорости 40 километров в час спускаются от стапели в воду. Интересное, видимо, было бы зрелище.